А теперь о праздничных датах. 16 апреля весь христианский мир отметил светлое Христово Воскресение, Пасху, а накануне в храмах Славянского района прошли утренние литургии, после чего состоялось освящение пасхальной трапезы. Как это происходило, расскажут мои коллеги. В Свято-Успенский храм с 12 часов дня и до самого вечера прихожане приносили и освящали угощение к праздничному столу. Куличи и крашеные яйца. Сегодня яйца красят в самые разные цвета, но традиционным по-прежнему остается красный, как главный цвет всего праздника. Я знаю, почему красят красным цветом яйца, потому что Мария Магдалина пришла к императору и сказала, что Христос воскрес. Он не поверил и сказал, что если он воскрес, пускай яйцо станет красным и яйцо сразу же стало красным. Празднику Пасхи предшествовал семинедельный строгий пост и страстная неделя. Утром в субботу, которую еще называют Великой, в храмах служится вечерня с литургией, а после освящают пасхальную трапезу. Наступает светлый праздник Христового воскресения, и те люди, которые постились, но многие не постились, приходят, освящают еду, мясо, яички, то, чтобы потом после пасха все это вкушать и радоваться празднику. Светлый праздник Пасхи имеет важное значение для каждого христианина. Он означает победу жизни над смертью. В храмах в этот день всегда многолюдно. Верующие приходят, чтобы всем вместе разделить радость воскрешения Христа. Считаю, что это нужно делать. Отдает, конечно, светлость какую-то в душе, отчасти даже возрождение, ну и радость, возвышенность. Торжественные службы прошли и в новом храме Александра Невского в поселке Совхозном. Храм еще не достроен, но в воскресенье Христова распахнул свои двери для прихожан. Господь наш Иисус Христос воскрес, как же не радоваться. Самый большой праздник вообще в мире и в жизни. В день воскресенья Христова начинается пасхальная неделя – Светлая Седмица. Всю неделю в храмах проходят торжественные богослужения. А верующие продолжают встречать друг друга приветствием. Христос воскресе. Воистину воскресе. Завершится пасхальная неделя родительским днем – Радоницей. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа События.